Инозбек Евкуров и представитель Федерального дорожного агентства Руслан Булгучев обсудили ход строительных работ по реконструкции 26-километрового участка трассы «Кавказ». Булгучев рассказал главе региона о текущем состоянии дел. Так, по его словам, для реконструкции задействовано около 50 единиц техники. В настоящее время 17 километров охвачено теми или иными видами работ. Уложены первые два слоя асфальта – это около 7 километров. С потеплением начнется основная работа. В настоящее время около 17 километров охвачено теми или иными видами работ. Сначала проведение работ на объекте уложены первые два слоя асфальта – это около 7 километров. С первым потеплением, это ориентировано, что до второй половины марта начнем массовый возраст асфальта. Останавливаем подготовлено и готовится далее. У нас сколько слоев? У нас три слоя. Мы укладываем два слоя рабочих. Потом, когда поток окончательно и так далее, с целью, чтобы не разрушалась разметка, укладываем спасение очистки и кислоты. Вот та проблемная часть дороги под газюртом, где необходим был гидротехнический объект устроить, это адренажная система и так далее. Эти работы закончены, уже ведется отсыпка и укладка основания под асфальт. Напомним, что проектом предусмотрено доведение 26-километрового участка трассы «Кавказ» до одной «Б» категории и расширение тем самым проезжей части до четырех полос. Для распределения транспортных потоков на объекте построят три транспортные развязки в разных уровнях. В рамках проекта специалисты-дорожники построят четыре надземных пешеходных перехода и пять автопавильонов. Возведут более 8 километров шумозащитных экранов, почти 100 километров металлического и железобетонного барьерного ограждения. Высадят более 13 тысяч деревьев в полосе отвода автодороги. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на осень 2020 года. Продолжение следует...